привет друзья сегодня у нас распаковочка я получила посылку интернет-магазина мини фермер и сейчас я хочу рассказать вам что я там заказала на просторах ютюба это довольно известный интернет магазин все блогеры посчитать считают так сказать правила заказать что-то на этом сайте я не осталась в стороне и заказала себе запчасти для капельного полива дело в том что капельный полив у нас уже был давно есть нам очень нравится этот капельный полив но прошу со временем конечно произносились некоторые детали капельного полива и я решила заказать себе добавок все я заказывать не стала мои люди конечно экономные деньги без толку не тратим поэтому посмотрим что нам пришло такая посылочка пришла очень быстро когда я заказывала на сайте там два руководителя со мной разговаривали сначала один потом когда уже отправлял бандероль уже другой очень уважительные молодые люди все расскажут все объяснят что к чему вот так что если кому-то надо и вы не знаете как это все заказать сколько как посчитать вы можете найти зайти на этот сайт связаться с руководителями и они вам нарисуйте чертеж что необходимо и они вам сделают ну так как у меня уже был 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 капельный полив и я просто уже сама заказала то что мне надо ну во первых это бухта капельные ленты сейчас я выложу здесь 100 метров лента это эмитерная это значит что здесь уже сделаны отверстия для полива и сколько раз у вас не было там гряд или бороз у вас будет равномерный полив и не так что вначале будет много лица потом на краях совсем ничего не будет лица а вот эти эмитерные ленты вот здесь смотрите отверстия я заказала через 30 сантиметров конечно нужно в зависимости от того какие какие растения вы сажаете заказывать ленту но я думаю что это не шуть важно потому что все равно если вот здесь вот примерно 30 сантиметров то здесь вот промачивается все равно в любом случае земля у нас конечно не украина но украине там может быть по другому может быть стоит заказывать через 10 сантиметров но у нас вполне удобно вот эти ленты 30 сантиметров кроме этого я купила вот такие краны эти краны одной стороной вставляются шланг магистральный который идет от источника воды он может быть например из крана водопроводного водопроводного то есть водопроводной системы или же например с бочки которая стоит на высоте и подается в нее через нее воду вот я заказала 10 здесь конечно меньше здесь пять кранов пять вот этих соединений с кранами и пять без кранов но это не суть важно у меня например стоят и те и те чем краны эти хорошо что при возможности например если вам не надо поливать лук когда вот он уже готовый а например капуста требует полива до самого конца урожая созревания то вы можете отключить этот кран и уже полива не полива не будет вот а вот эти конечно ставите они через них будет осуществляться полив кроме этого я заказала еще вот такие ремонтные фитинги как их называют вы все прекрасно знают что мы очень любим допустим сорняки запать сапкой или как-то по неосторожности и вот такие такая капельная лента очень часто или образуются дырки срезается чтобы надставить новый кусок здесь можно обрезать до того места где дырки ставить вот так вот затянуть и оно будет хорошо держаться вот а с этой стороны ставим второй конец шланга и у нас опять это работающая капельная лента таких я тоже заказала 10 штук на всякий случай если вдруг понадобится для ремонта капельной ленты вот еще я заказала резинки для чего они нужны допустим вы что-то сделали вам не понравилось вы хотите переставить эти резинки нужно ставить чтобы эти фитинги не травили поэтому вот я еще заказала вот этих эти резинки капельный полив это дело хорошее те кто когда-то с ним сталкивался с капельным поливом то наверное никогда не откажется и будет делать снова и снова у меня капельный полив был по одной капельной ленте на на гряду и мне не понравилось лучше делать и сейчас вот я добавляю купила еще вот эту бухту и добавлю хочу добавить хотя бы по две ленты гряды у меня по 14 метров и на всю гряду вот положить эти ленты для того чтобы зафиксировать края можно купить на сайте в интернет-магазине здесь такие такие фитинги краевые а можно срезать половинку вот здесь вот ну кусочек ленты вот так вот завернуть можно в несколько рядов можно в один ряд и вот здесь вот закрепить и оно этот край будет держаться потому что все равно напор воды не такой большой проблем с этим с этим нет но кто желает то может купить сюда на края заглушки еще в магазине вот мне понравилось это штырьки для того чтобы закрепить капельную ленту капельная лента когда она заполнена водой то она тяжелая а если она пустая то при ветре может быть движение у этой ленты вот и чтобы она на гряде не двигалась вот делают такие штырьки дорогие подписчики дорогие друзья я хочу поблагодарить вас за то что вы заходите на мой канал что вы подписываетесь что вы смотрите ролики смотрите рекламу я очень вам благодарна потому что без вас мой канал бы не действовал и не набирал подписчиков не набирал просмотры а для блогера это конечно самое важное поэтому рассказывайте своим друзьям о моем канале о моих видео а я буду стараться делать видео для вас как можно интереснее чтобы вас порадовать новыми видео еще раз хочу выразить благодарность интернет-магазину мини фермер за то что они очень быстро отреагировали на мой заказ что быстро прислали и советую всем зайти на этот сайт посмотреть что там продают там действительно очень много полезного для нас для ну не фермеров наверное а для крестьян кто занимается огородами кто занимается рассадой и сделать заказы потому что действительно очень толковый магазин очень внимательные руководители и всегда вам помогут и все расскажут что вас интересует ну вот и все что я вам хотела сказать спасибо до свидания все вам доброго с вами была Ольга и канал домик у озера молдена домик 1 2 2 0 0 0 Продолжение следует...